СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Мы надеемся, что очень интересная будет передача. Напомню, что в этом году в программе СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ в начале лета исполнится уже два года. Два года уже прошло. Может, нам отметить это дело с приглашением всех гостей, которые у нас были? Слушайте, мы не войдем сюда, в нашу студию. Ну, не обязательно в студию. Карусель нужно будет организовать. Зашли, поздравили, подарили, налили, накормили. Ну, я думаю, что надо подумать над этим. Да, ну, на самом деле, за это время у нас было огромное количество гостей, хороших гостей. Интересных гостей. Интересных, поющих, думающих, интересно рассказывающих. Но вот сегодня у нас такая программа, что вот именно эти гости, именно гости, представляющие вот эту культуру, эту республику, они у нас впервые. Да. И можно сказать, что для многих будет неожиданно, что у нас в Кировской области есть представители этой культуры с оформленным, скажем, объединением, да? Добрый день, наши гости. Представители главы Чеченской республики в нашей области. Собственно, представитель главы Чеченской республики в нашем регионе Адам Бибиев. Да. Добрый день. Салам алейкум. И помощник, помощник представителя, то есть коллега, соратник Леча Аскерханов. Здравствуйте. Салам алейкум, да. Мне сразу хочется спросить, интересное такое имя. Леча. А что оно означает? Ну, Леча означает, если буквально перевести, это сокол. Сокол. Ох ты. История тоже, название меня там имеет определенную историю. Вы можете рассказать вкратце. Мы сегодня будем говорить обо всем. О культуре, о традициях, чеченского народа. Ну, я думаю, с меня начинаем, что-то. Да, да. Ну, так получилось, что у моего отца в детстве умирали дети, там, 8 лет, 9 лет. И никак. Двое умерли, трое умерли мальчиков. Вот. И он в отчаянии уже не знал, куда к кому обратиться. Обратился к Муле и Мула посоветовал дать птичьи имена. Птичьи. Да. Чтобы парить над всем происходящим. Ну, как, я не знаю, с чего он исходил, но совет такой был. И вот, следуя этому совету, отец назвал старшего брата Алхазур. Это, ну, если так, птица. Меня, Леча, значит, сокол. Сестру Хоха, голубь. Голубь. Да, и младшего брата Кюри. Это? Ну, это Куршун. Куршун. Вот так вот. Вот остальные двух. Айзан и Асет. Я в отца подкалывал. Потом я говорю, что, четверо хватит, больше не надо. Такая история имени моего. С Адамом все понятно. Ну, не знаю, не знаю. Адам, что с одной стороны, тут, наверное, Адам сам скажет, как бы, с одной стороны, это чисто бытовой перевод, а с другой стороны, это имя пророка. Да, имя пророка, первого пророка. Почему так назвали, Асадам? Это имя мне дал мой дядя. Сейчас он тоже, как бы, покойный, умер очень молодым. Назвали его Лема. Перевод все означает Лев. Лев? Да. Как бы, вот, от него пошло. Это именно, видимо, он так захотел и дал такое имя. Ну, Адам, это имя, оно во всех религиях. Ну, оно же интернациональное. Ну, конечно, как говорят, библейское имя. Библейское имя, поэтому оно что вы мусульман, что вы христиан. Да, совершенно верно. Разных культур у нас встречается, разных национальностей. Ну, что, учитывая, значит, состав наших гостей, да, мы, наверное... Ну, а вообще интересно, как вот это вот представительство здесь появилось? Как... И как давно вообще, да? Как давно оно появилось? Когда вас назначили? Как давно вы в Кировской области живете? Мы... Я живу здесь с 2005 года. Вот, до этого у нас была диаспора. Чечено-Ингусская, кстати, она до сих пор и остается, потому что... У нас в регионе, да, Волгоград? Да, в регионе, потому что мы, как бы, говорим Чеченская республика представительства, но все равно мы никогда не разделяемся, мы остаемся Чечено-Ингусская представительства. Как и раньше было, у нас называлась Чечено-Ингусская, как бы, республика, да? Да, да. И представительство официально это уже третий год здесь. Вот хочу сразу сказать, министр, вот, непосредственно уже, который возглавляется в Чечне, Джамбулат Умару. Это министерство какое? Министерство Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати информации. Это, я не знаю, легендарный человек, который посвящает полностью себя вот для международных вот этих... Междунациональных отношений, вот... Формирование отношений у людей. К культуру, то есть человек работает, вот, есть, бывают люди, которые держат пост, а бывает человек, который работает на самом деле, вот, человек полностью посвятил себя... Человек делан, да? Да, вот, мне бы хотелось ему вот сказать слова благодарности, Джамбулат Умаров. Вот, ну, а то, что делал для этого, то, что делал для этого, скажем, наш первый президент, герой России, Ахмад Хажий Казыров, то, что делает сегодня Рамдан Захматович, это мы все видим, это уже бойцам можно говорить, я думаю, нам неделю времени не хватит. его задача, на сегодняшний день, задача Рамдана Ахмадовича, это показать, то, что мы воины, то, что мы можем воевать, мы это показали, это знает весь мир уже. Ну, мы не просто воины, да, мы, так сказать, воюем за Родину, за честь, за дело. За честь, за дело. За сохранение единства России. И сегодня Рамдан Ахмадович показывает, то, что мы не только, как я предыдущему сказал, не только мы воины, но мы можем строить, мы можем развивать культуру, сельское хозяйство, для этого делается все. И человек Рамдан Ахмадович, я не знаю, даже не могу найти слова, которые можно сказать, человек, который... У нас, у чеченцев есть такое понятие, отец, это для нас, как бы самое святое, так скажем. Еще раз, отец, отец, да, для нас это, ну, человек, который вроде бы он к тебе и близкий, но есть такие моменты, которые для тебя, для человека, то есть ты не можешь отцу сказать, я не смогу, я не умею, ты умрешь, но делаешь то, что он скажет. Вот сегодня Рамдан Ахмадович, он стал отцом для всего чеченского народа. Он патриот России, но при этом он человек, который думает о каждом, для него нет там этот близкий, это родной, тот там, скажем, дальний, для него слово национальности, чеченец, для него это уже как его семья, я хотел бы сказать, поэтому мы сегодня делаем все, чтобы в других, всех регионах России показать нашу культуру, нашу целостность. культуру, дружелюбность, нацеленность на сотрудничество, на взаимодействие, так следует. Я, например, вижу это направление, что Чечня это часть большого российского государства, и именно это демонстрирует сегодня и Роман Кадыров. Отправляли меня учиться, когда я уезжал поступать в университет, я закончил Воронежский государственный университет, факультет журналистики, первый образователь. Коллега. Наш коллега, да. Вот и А поработали в профессии? Только в последствии. Был начальник пресс-службы здесь по распределению, приехал в областном ГАИ, вот, а так только на практике работал, так по профессии не работал. Не хочется вернуться? Сейчас, наверное, уже поздновато. Мне кажется, журналистика никогда не поздновато. Ну, я не оставляю, так сказать, общение с коллегами, друзьями, товарищами-то. Первое, это было, нас провожали как послов. Все малые народы... Это в каком году было, когда вы уезжали учиться? Я в 82-м В 82-м, да. Ну, в 80-м я закончил школу, потом самую армию, и после армии уже поступил. Ну, тогда еще политика партии была по подготовке национальных кадров, специальное было постановление ЦК по этому поводу, видимо, в рамках как бы... Нет, я так поступал, как говорится, сам, и мне в этом вопросе не помогли. Никто не помогал. Хорошо. И так воронежский, да. Необходимости не было, просто я хочу сказать, что нас провожали как послов своей народу, своей культуры. Возлагали большие надежды. Да, мы говорили, ты не забывай, говорят, по тебе будут судить о твоем народе, как ты себя покажешь, как ты себя проявишь. Вот, и... Это правильные слова, кстати. И всегда, когда я учился, когда я что-то, что-то мне приходилось делать, в первую очередь думал, думаю, ну, которые после меня пойдут. Воронеж тогда был большой, такой, ну, это сейчас каждый сарай у нас университетом стал, а тогда не каждый областной город университетским был. Вот, и там были крупные вузы, и не очень много было там наших земляков, но мы так организовывались, такие вечера проводили, что вот, когда люди вот смотрели, там в ресторанах мы снимали, там, ну, землячицы национальные проводили, мы там знакомства, там людям показывали, люди подходили, благодарили, говорят, ой, ребята, говорят, такого организации, такого, так сказать, концерта, мы, говорят, давно не видели. Вот, старались проявить, показать себя. То, что сейчас делает Рамзан Ахмадович, создавая свои представительства, это тоже вот продолжение вот этого, чтобы нас судили не по тем, там, скажем, репликам, там, как это самое, лицо кавказской национальности, вот, определенный период нашей истории был, который, к сожалению, и наши, так сказать, коллеги-журналисты, очень много способствовали тому, чтобы разъединить, а не соединить людей. А учитывая, что мы живем в одном государстве, живем, и деваться нам друг от друга некуда. То есть преподносили информацию не так, которым она является на самом деле. Да, чуть ли я, самый, один раз, я сейчас тоже по этому поводу скажу, встретил одного водителя, он возвращался в период, вот, когда обострение было, в Сибири возвращался домой. И, говорит, меня так, уже достали, говорит, на каждом посту, там, открой, открой, там, все болты, там, мыши, железя, где-то можно спрятать, машину приходится разбирать. Обратно собираю, говорит, еду дальше. На следующем посту опять разбирает меня. И к Волгоряду, говорит, подъезжаю, говорит, такой, выходит, говорит, устатый, такой, говорит, узатый майор, подошел, говорит, сынок, ты кто по национальности? А, он, с чего начиналась разборка-то? Я забыл сказать. Он, говорит, спрашивает, ты кто, по национальности? Он, чеченец. А, бандиты, и давай, говорит, меня трясти. Тут, говорит, меня это достало. Я, говорит, подхожу. Он, говорит, спрашивает, сынок, ты какой национальности? Я, бандит, что-то чеченец, что ли? Ну, ладно, это анекдот. Вот это анекдот, но это жизнь наша была. Вот, чтобы, вот, изменить, вот, отношение такое, чтобы показать, что, как сказал Адам, что, есть и культура, есть и образованные люди. Мы такие же, как все. Вот знаете, Леча, давайте уже ближе к культуре. Просто, вот, вы правильно, как бы, продолжаете тему, но, значит, ну, во-первых, я хотел бы Адаму задать вопрос. Адам, какие задачи поставил, как бы, Рамзан Кадыров, открывая, там, вот эти представители, три года назад? И как эти задачи, вот, ну, движутся на территории Кировской области? И, и второй вопрос. Что, Леча, вы делаете, тоже представитель, как бы, да, помощник, для того, чтобы мы больше узнали о деятелях культуры, искусства, там, об истории Чеченской республики, ну, вообще, чеченского народа, чтобы больше понимали, что это за народ. И что вообще предполагается? Вот, такой вот, извините, вопрос может быть непростой, но... Очень хороший вопрос, я скажу наоборот. Самая первая задача, это, непосредственно борьба с терроризмом. Сегодня это наболевший вопрос, и, зная, что за, вот, работа, которая ведется на территории Чеченской республики, там, сплоченная, сильная команда, которая, у которого есть опыт, именно в борьбе с терроризмом, у которых, как говорится, если нюхан... Средства и возможностей, средства и технические. Ну, нельзя забывать о том, что, если брать общую статистику, те, которые сейчас уезжали даже в Сирию, скажем, они уехали намного больше из регионов Российской Федерации, чем из Чеченской республики. Уехали те, которые там жили, в России, в нормальной среде, то есть... То есть, отозвались на, так сказать, призывы и... Да, да. И вот поэтому сегодня самая первая задача это сотрудничать с силовыми структурами Кировской области, чтобы совместно выявлять этот же ваххабизм, этот же терроризм. Вот. И вот самая главная задача, чтобы наш молодежь, вот именно в войнах, которые учатся здесь, которые работают, чтобы каждый... Это боль, эта проблема, она рождается в семье в первую очередь. Если ты не контролируешь своего сына... На помощь согласен. Полностью. Это берется... Если тебя не воспитали в семье, то там уже... Вот. Поэтому основная задача это и на это Рамдан Ахмадович, я думаю, он вообще днем и ночью на это уделяет внимание. Вот. Ну и уже дальше мы... Чтобы люди знали, кто такие чеченцы, чтобы знали нашу историю, чтобы не складывалось такое беде, что если чеченцы, он должен быть двухметрового роста, со страшной бородой и в любое время готовы наброситься на тебя. Извините, вот про историю вы вот сказали, но вот мало кто в России знает про один очень важный исторический факт, который сыграл большую роль в объединении, собственно говоря, да? Помните, мы с вами как-то говорили об этом, да? Вот вы можете коротко вот об этом сказать? Ну, я бы сказал бы, что если вот если сказать вкратце, вот, есть такое селение Иллисхан-Йорс, Чеченская республика, небольшое село, но по значимости очень святое место, откуда непосредственно появился Кунт-Хажи-Кишиев, это... Кунт-Хажи-Кишиев, да, Кунт-Хажи-Кишиев, да, вот, я скажу, чтобы имели представление, это 75% чеченцев и 80% ингушей, так скажем, которые сегодня придерживаются его учения, скажем, да, да, он для них является устазом, мы просто народе, вот устаз, переведите на русский язык, да, учитель, наставник, учитель, наставник, учитель, спасибо, мы просто народе говорим Иллисхан-Йорс, Иллисхан-Йорс, Иллисхан-Йорсар-Хажи, вот как бы именно подчеркиваем, что он отсюда, это первый человек, если говорить на сегодня на светском языке, который именно начал свою деятельность после возвращения, он учился там за границей, сейчас не знаю, не могу сказать точно именно где, после возвращения его начало его деятельности было таково, что мы не можем воевать, мы не должны воевать, все вопросы мирно, путем переговоров, то есть вот это понятие, как там газовать, вот это все он убрал на вторую сторону. фактически Ахмад Кадыров стал продолжателем этой идеологии. Совершенно верно, да. Ахмад Кадыров, который герой России, который внес непосредственно вот вклад, он отдал все, что мог для того, чтобы сохранить, во-первых, традиции Чечни, и чтобы показать всему народу, что Чечня это неотъемлемая часть Российской Федерации. Великие страны, Великие страны, да. И мне бы хотелось просто, я есть такие слова у Расула Гамдатова в одном из его стихотворений. Не русский я, но россиянин. То есть Ахмад Кадыров на самом деле провел просто огромную работу в этом направлении. И сегодня Рамзан Ахмадзович вот именно вот это все продолжает и воплощает сегодня в жизнь. А вот если еще раз вернуться к Кунхаджи Кчиеву, вот какие-то вот факты такого рода исторические, что он там выходил на какие-то контакты там, да, в свое время с царской еще России, да, какие-то его заслуги в этом смысле. Я сейчас не могу сказать, что у него были какие-то контакты с царской властью в то время, но есть трагические, так скажем, события, когда его арестовали, это было вселение шари, не смотря на то, что он способствовал остановке войны, призывал к миру, но он был настолько авторитетным, он был религиозный деятель, он был настолько авторитетным, что вот когда ислам как раз распространялся на Кауказе, он заходил со стороны Дагестана, к Чечню, и последнюю очередь ингушей, которые приняли ислам, так он один пришел ингушетию, один убедил их принять ислам, в то время, когда религию, если ты там то есть это уровень авторитета там, да, настолько убеждения у человека были, что он вот, и как он сказал, 80% они его учения придерживаются. Это в общем брать, это полтора миллиона. И этот человек говорил о бесперспективности так сказать военных вражды. В смысле есть военные действия, потому что великая страна орбиту своих интересов все равно затянет маленькую страну, которая рядом с ней. Или с этой стороны, или с другой стороны. Совершенно верно. Те люди в свое время Кавказскую войну, когда уже чеченцы ингуши фактически 12-летние, 13-летние стали уходить на войну, чтобы сохранить народ, царская власть предложила там мусульманское государство Турцию. Приезжайте, Турция давала подводу, давала деньги, специально там подготовили люди, там осетин генерал, который ходил, агитировал, и очень много, где-то 50-60 тысяч, по-моему, разом ушли Турцию. Но исламская Турция, христианская Россия, Турции людей так загнали, что они не могли ни имя свое, ни национальность свою сохранить, ни фамилию. Националистом Турции был настолько силен, что люди там не уезжались, там у кого деньги были, где-то что-то пристроились. Основным почему потом они оказались в Иордании, Сирии, Ираке, они ушли оттуда. Это исламское государство. А Россия таким образом, даже воюя, она не давила национальные регионы, она позволяла там религию соблюдать. Да, были перегибы, да, были ситуации там жестокости и прочее, но даже если сравнить христианскую Россию и исламской Турции, Турции гораздо сложнее пришлось с чеченцем. В общем, в целом у нас свой уникальный путь, да, слияние. Ну, абсолютно верно. Я думаю, что тут глубже надо смотреть, потому что после Пугачевского восстания там был принят указ, кто у нас там тогда был, ты историк, Володя Екатерина, кому Пугачева привели тогда? Не припомню сейчас сразу. И тогда был указ, значит, который позволял мусульманам давал более широкие возможности для совершения своих религиозных обрядов. И после этого, обращаю ваше внимание, что на территории России фактически межрелигиозные какие-то распри прекратились моментально. И это был, так сказать, мудрый, достаточно подход. Поэтому и после этого, и вот... Люди немного хотели, вообще-то чеченцы очень наивные такие самые веселые народы. Не зря Диман назвал еще чеченцы французы Кавказа. Французы Кавказа? Да. Вот и есть. Какие-то легкомысленные, что ли? Какие-то воздушные. Может, красивые? Красивые. Именно по веселости характера. Нам пора на рекламу небольшую прерваться, мы продолжим через полторы минуты. В перерыве уже договорились о том, что представителей Чеченской Республики мы будем еще и еще приглашать, потому что хочется поговорить о многом. И сегодня мы подробно говорим об истории, в первую очередь. Да, уже смотрим, время уже уходит. Напомним, что в гостях у нас в программе «Совес нерушимый» Адам Бибиев, представитель главы. Ильич Аскерханов, помощник представителя главы Чеченской Республики. Пожалуйста, Адам хотел еще там по истории, да? Да, по представлению, да, именно вот про историю, говоря вот про Ильис Ханюрс непосредственно. Мне бы хотелось напомнить еще про Бибулаца Цаймиева. Это легендарная личность, это национальный герой Чеченской, именно Чечни. Про него очень много даже Пушкин про него писал. Да, Пушкин писал, вот, есть у него рассказы, много, у Пушкина вообще несколько рассказов, но особенно вот он выделил поход в Ордум, Куда? Ордум, это в Стифлисии, это в Грузии. Встречу с Паскевичем я сделал генерал-губернатором Паскевичем. Да, я, кстати, я являюсь непосредственно прямым наследником Бибулаца Цаймиева и говоря вот именно сейчас про Элис-Ханюрт. И вот этот Таймиев вместе с Паскевичем как бы совершал поход в Грузию, да? Да, нет, он ездил на переговоры, Грузия была. Паскевич очень хитро поступил, когда к нему приехала делегация, вместе с тем была там, он знает, что пока он здесь, в Чечне будет все мирно, спокойно. Он вместе с ними в Турции воевал. Два месяца они еще вместе воевали с турками. Понятно, то есть понятно. Да, вот и сейчас в Чеченской республике есть разные скажем, легенды, история говорит одно, другое, что Бибулат родом оттуда, там кто-то говорит, что он Шали, кто-то говорит, Герман Чук, то есть разные. Каждый хочет свою сторону. Если честно говоря, меня это радует, потому что это такой человек, который может каждый сказать, что это его герой, что он является его наследниками, это приятно с одной стороны, потому что мы не забываем свою историю. Последние годы своей жизни мы знаем, что Бибулат Саймию проживал на окраине села Элисханюрт, то есть вот этого святого места. села Элисханюрт, и похоронен тоже он там, именно на окраине другой стороны этого же села, между Майерцуб и Элисханюртем у нас есть старые кладбищи, там похоронен еще в детстве, когда мне было там лет 10-12, там мой, моего деда, дядя, он мы жили, в дворе были рядом, он как бы, он брал меня с собой всегда на синокос, там мы ездили с ним вместе, очень здоровый мужик, так скажем, за 2 метра ростом, звали его Сойб, он был такой бывший абрек, то есть человек, который не признавал никакую власть в своей молодости. Анархист вообще, нигилист, анархист свободный от законов и власти. Вот я лично, вот я помню, как мы ездили с ним, он показывал примерно территорию квадратов 20, где мог быть похоронен именно Бибулат ими, потому что это старое кладбище, там ничего не сохранилось, там одни, скажем, камни вот эти надгробные не сохранились, ну, то есть было такое место запущенное, вот. И сегодня Рамзан Ахмадович, опять скажу, на это тоже уделяет огромное внимание, я надеюсь, что этой весной мы восстановим именно то историческое место, где он проживал в последнее время, Бибулат ими, и обязательно, обязательно восстановим вот это кладбище, в этом, без всякого сомнения, я уверен, что Рамзан Ахмадович нам очень поможет чтобы подрастающее поколение могло, сказать, получить уроки. Историю, чтобы мы знали свою историю, мне хотелось бы еще сказать, подчеркнуть, что то, что Аймани Несиевна, это мама Кадырова Рамзана Ахмадовича, тоже является, родилась именно, жила в селе Элисханюрск, и она отсюда именно родом, и мы как бы все являемся племянниками Рамзана Ахмадовича, если на ход вообще брать. А вы, кстати, знакомы лично? Да, я лично вот, я, да, вот хотелось бы сказать, что мне очень посчастливилось, я так считаю, то, что я был знаком и с Рамзаном, вернее, то, что я был знаком с Ахмадом Хажим, с Ахматом, да, с Ахматом Хажим, мне лично, вот, очень, поэтому, я был на нескольких мероприятиях, на, у нас Зикар, это, как бы, как сказать, религиозным действием? Да, религиозным действием, вот, на нескольких Зикарах я бывал, вот, А кто совершает, мчете или Зикар? Зикар, это, вот, когда у турков, они вот так крутятся, восхоляет Аллаха, а у нас, вот, бегут по кругу, то есть, определенный ритуал, да, восхоление Всевышнего, да, показывают, когда бегут, по кругу, это, это чисто, как бы, ваша традиция. это именно направление, вот, именно, Константин Кишиева, это его, именно его направление, это, если говорить по-чеченски, это, что Гордика говорят, мы говорим так, вот, и, Ахмед Кишиев, это очень, очень религиозный был человек, еще в те советские времена, вот, легендарный в этом направлении человек, который, просто я его вспомнил, его очень хорошо, его именно, вот, когда он делал, когда он совершал, вот, эти, просто дрожь проходила по всему телу, человек, который, ну, это уже было, в то время, ты не понимаешь, но уже было видно, что этот человек от Всевышнего нам просто здорован. Излучается из себя, да, что вот такое? Да, да, вот, и мне посчастливилось, я хочу сказать, иметь личное общение с ним, знать его, сегодня очень хорошее, теплое отношение с Рамзаном Ахмадовичем, вот, очень близкие отношения были с братом Рамзан Ахмадовичем, Зелимхан, был очень, очень порядочный человек, просто, нету слов, он дал, я что туда, дал, я что там, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, Адам, все-таки, вот, давайте, вот, который я задавал, он еще пока висит, да, вот, есть представительство? по поводу деятельности, у нас здесь. мы хотим больше знать, больше видеть, вот, приезжает ансамбль там в войнах, когда он приезжал там, да, вот, как часто будут такие мероприятия, как часто мы можем видеть такие мероприятия, на территории Кировской области, где бы вы нас знакомили бы с историей, культурой, с традициями чеченского народа, потому что мы хотим больше знать, потому что не только то, о чем сейчас Леча говорил, что нам говорили там, лицо кавказской национальности и так далее, не то, чего мы встречаем иногда, там, вот, наша задача, то, это состоит, чтобы, вот, деятельность там недавно началась, чтобы из культуры, и с обычаями, и с традициями народной кухни, люди приезжать, знакомились, в нашей сегодняшнем здесь присутствует тоже, в какой-то мере, знакомство, то есть, в очередной шланге составляется, так сказать, на этот год, кстати, уже планируется поездка, в феврале, это студенты, нашего опорного вуза, нет, это колледж, полицейская академия, Шарипов, Игорь, вот, там, да, это туда они поедут, да, мы планируем поездку, и обязательно встречатся, у них, показать все наши, вот, потом познакомьтесь, непосредственно, с МЧС, Чеченской республики, в Грозный поедете, да, да, именно, да, в Грозный они приедут, обязательно планируем, в этом году, хотя бы, чтобы 2-3 заведения, учебные, именно, там, ну, может быть, это будет политех, может быть, это будет медакадемия, потому что, я хочу сказать, что, если мы берем медицину, опять же, в Чеченской республике, именно, ЧГУ, мед, факультет мединститута, да, и ТРИС, там, у них, ректор, вот, то же, с нашего Силан, Силан 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 Силан. Я хочу просто понимать, вот я к чему это говорю, человек, который даже, насколько мне известно, даже свою племянницу уволил как его за что? Я имею в виду учебную исключил. Да, он не уволил, да, исключил за то, что она не смогла сдать там какой-то просто я к чему говорю, очень справедливый человек, который в области медицины почему я это, да, опять же скажу, зная, что он мой односельчанин, зная, что у нас есть какие-то связи, бывает, ко мне обращаются дома, чтобы я попросил там дать какие-то шансы, возможности. Я на что отвечаю сразу, что это исключено, я знаю этого человека, то есть я даже спросить не буду. Нет, 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 ничего не получится. Нет, все, бесполезно это. Вот, и я чему говорю, я надеюсь, что у нас будет вопрос по обмену именно студентами медакадемии, потому что Кировская медакадемия тоже очень сильная, мы это знаем, вот, и ряд других учебных. Теперь медуниверситет у нас. Медуниверситет. Да, они получили статус университета. Вот, тем более, да. Вот, и это обязательно, обязательно в плане спорта. То есть я надеюсь, что представители там, чеченские деятели тоже будут здесь, и мы будем здесь встречаться. Я надеюсь, что вот у нас летом будет фестиваль снова вместе вятка, фестиваль национальных культур. На 12 июня. Что чеченская делегация у нас будет представлена, в том числе и из Чечни, кто-нибудь, народные ансамбли какие-нибудь. Стараемся. Да? То есть мы, ну, как... Кстати, когда война приехала, почти аншлаг был, там нас-то немного. Остальные-то семестные были. Ну, вот, то есть нам надо поактивнее в этом участвовать. И стоя хлопали, не отпускали. Вопросов вообще очень много, но время подходит к концу. Ну, что у нас в перспективе? Мы будем говорить, ну, про кухню-то уж, естественно, поговорить. Ну, мы без кухни не можем. Мужчины без кухни. Про воспитание детей мы говорим обычно. Да, мы не говорили. Про традиции мы не говорили. Взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Не говорили. Свадьба. Да. Уважение к взрослым. Да. Ребят, вы столько с тем затравиваете, что... Так что нам все это интересно. Уже сейчас прошел, да? Уже прошел практически час нашего разговора. У нас минута осталась буквально, да. И вот еще есть масса вопросов. Например, вы вот называете, значит, вот это место и... Или Сханьон. Или Сханьур. Да. Значит, вот, например, у меня уже любопытство, как бы, вот, хочется посмотреть. Наверное, в Чечне не только это место есть, масса других мест. Да, вот я вкратце скажу, я надеюсь, что администрация Кировской области нам пойдет навстречу и выделит помещение, ну, немножко, наверное, всех требований, которые бы нам хотелось. И если мы в этом плане найдем общину, то обязательно будет музей, музей именно, вот, где будут... В Чеченской республике. Да, в Чеченской республике, да. Да, в Чеченской республике люди могут прийти, посмотреть, изучить, где будет литература соответствующая. То есть, это... Есть интерес, мне интересно, например, сколько героев Советского Союза, там, чеченцев было и участвовало в Великой Отечественной войне? Сколько чеченцев были награждены, там, медалями? Герой Советского Союза, Хамбашану Родилу, единственный человек, который возле войны, который 920 фашистов уложил. Вот видите. В Сталинградской обители. Вот масса есть таких вещей, которые интересны. Об этом тоже поговорим. Но, к сожалению, истекло время нашей сегодняшней программы «Союз нерушимый». Благодарим наших гостей. Спасибо большое. Будем встречаться, безусловно. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok